Закольцованность Вернемся к нашей Вселенной. Еще одно следствие волновой природы, не столь очевидное, это закольцованность мира. Волна не стоит на месте. Одна полярность в ней плавно сменяет другую, чтобы затем снова поменять на исходную. Вращение можно рассматривать как частный случай волны. По крайней мере, они описываются схожими формулами. В качестве примера закольцованности можно рассмотреть шкалу температуры. Сверххолодное тело одновременно является и сверхгорячим. Шкала температуры закольцована. Дело в том, что в основе любой шкалы лежит некая дуальность. Разделение на большое-маленькое, теплое-холодное, легкое-тяжелое и так далее. А мы уже знаем, что любые дуальности нашего физического мира есть варианты группировки волновых пучков. И вне рамок такой группировки не имеют смысла. Писатели-фантасты еще придумали такой пример. Если долго лететь на космическом корабле от Земли в одну сторону, то рано или поздно прилетишь снова к Земле, только с другой стороны. Еще пример, уже эзотерический. Погружаясь в микромир все глубже, атомы, частички, кварки, еще более мелкие составляющие, рано или поздно придешь сам к себе. То же самое будет, если путешествовать в сторону громадных размеров. Планеты, созвездия, галактики, метагалактики. Снова приходим к себе. Ограничение нашего физического тела. Чтобы мы могли взаимодействовать со всеми этими пучками и группами волн, на физическом уровне существования мы снабжены довольно примитивными органами восприятия. Зрением, которое воспринимает только узкий диапазон колебаний. Осязанием, которое чувствует только довольно низкочастотную, грубую материю. Слухом, который работает в узком диапазоне звуковых колебаний. И так далее. Сюда еще можно добавить такой инструмент, как разум, который отвечает за разделенность, сознание и подсознание, логику и шестое чувства. Иначе как бы мы могли отделить один пульс дуальности от другого? Большую роль играет последнее, шестое чувство – интуиция. Иллюзия материальности настолько сильна, а концепция разума настолько правдоподобна, что неудивительно в таком состоянии забыть, кто мы и откуда пришли в этот мир. Мы готовы поклясться, что предметы вокруг нас твердые, а двадцать километров – это больше четырех сантиметров. Но все это состоит из пустых частиц. Как из пустоты получается что-то? Сонастройка с Творцом Главная задача человека, который хочет познать себя и Творца, а по сути это сонастройка на девятую волну, разобраться в хаосе огромной кучи иллюзорных материалистических дуальностей, рожденных физическим миром, и осознать глубинный замысел Творца. Вырваться из плена материи и воплотить здесь, на физическом плане, законы высших уровней Вселенной. Научитесь познавать глубинный замысел, зачем с вами происходят все несчастья, и вас ждет тотальная гармония в душе и с окружающим миром. Более высокочастотные волны проявляются как любовь. Чтобы решить эту задачу, разобраться в хаосе дуальности, человек начинает по-своему группировать пучки волн, то есть упорядочивать пространство, через знания и понимание, как это работает. Когда для человека все логично, он принимает это, и внутри наступает гармония. Именно поэтому важно знать высшие правила, по которым с нами взаимодействует космос и высший разум. Из волновой картины Вселенной следует, что две полярности любой дуальности образованы одной волной, которая просто проявляет себя двумя способами. В этом смысле задача человека объединить, уравновесить полярности, охватив тем самым породившую их волну целиком. Вспомним о третьем элементе мироздания – равновесии, балансе и гармонии. На более низком уровне сознания человека на Земле постоянно свыше заставляют приобретать противоположный опыт. Вспомните примеры из своей жизни. Если человек много экономит, то потом спускает деньги, непонятно куда их тратит. С диетой то же самое. Сидит голодает, а потом быстро набирает больший вес. Важно пройти оба крайних опыта и в итоге остановиться на золотой середине. По мере того, как человек осваивает обе полярности какого-либо жизненного опыта, вы сегодня убили, в следующем воплощении вас убили. Пройдя чувство и состояние каждого опыта, он имеет возможность при правильном выводе после воплощений подняться на уровень выше. Отработанные полярности более не ограничивают его. Человек находит золотую середину. Например, перед каждым руководителем стоит вызов научиться управлять подчиненными. В его распоряжении два метода метод кнута и метод пряника. В силу личных особенностей он более склонен к одной из этих полярностей. Но если он в равной степени познает оба варианта поведения и сможет пользоваться ими с одинаковой легкостью, он поднимется на уровень выше, где уже проявляется мудрость управления и где он будет решать задачи более высокой дуальности. Помните, в нас, как в микрокосмосе, отражающем макрокосмос, заложены тонкие вибрации с высших планов. Человек есть сотворец создателя всего сущего в космосе. Человек, несущий в себе частицу Творца, отличается от него только масштабами деятельности. Выход на девятую волну Моя миссия и задача как проводника данной идеологии – помочь вывести каждого человека, кто этого желает, на стабильный эмоциональный фон в любой ситуации жизни. Равновесие и баланс в гармонию с собой и с мирозданием. Вывести к стабильности радости и интересу к жизни. Тем самым быть Творцом на единой девятой волне. Зачем? Выход в равновесие приводит к внутренней гармонии и безмятежности эмоций и чувств, то есть спокойным реакциям на сложные ситуации в жизни. Данная идеология помогает поменять отношение к происходящему в жизни человека. Тем самым меняется жизнь человека, его событийный поток, в том числе и мир, в лучшую сторону. Тем самым человек меняет мир опосредованно. Свыше все жизненные ситуации даются для того, чтобы вызвать реакцию человека. То есть это своего рода провокация на его действия. Как только он принимает ее со спокойствием в душе, его реакция становится эмоционально нейтральной, с дальнейшим выводом и пониманием, как поступить в будущем. Тяжелые обстоятельства быстро разрешаются самым наилучшим способом. Это называется иметь позитивное мышление успешного человека или мышление возможностями или сознание пятого уровня бытия. Можно как угодно назвать данное мышление, смысл останется таковым. Вы всегда будете пребывать в ресурсном состоянии психики, души и физического тела, пребывать в гармонии с собой и окружающим миром. Итоговое состояние психики становится таким, что человек чувствует себя психологическим спецназом. Моя установка по жизни. Даже если все люди на Земле сойдут с ума от какого-то вселенского горя и катаклизмов, то я одна останусь в здоровой психике и буду решать с насущной задачей в состоянии здорового интереса. Для меня лично жизнь – это икра. В моих силах сделать ее интересной, увлекательной, получая удовольствие от каждой прожитой минуты на прекрасной Земле. Как научиться пребывать на девятой волне Творца? Знания, изложенные в следующих подзаголовках, помогут вам научиться постоянно пребывать на одной волне с Творцом. Именно транс помогает человеку соединиться с источником всего сущего и информационным полем Вселенной. Но использовать его нужно грамотно, зная особенности нашего мозга. Что такое транс-гипноз? Вред или польза? Есть такой миф о гипнозе, который бытует очень широко в массах людей. Гипноз – это когда человек полностью не владеет собой. Он под воздействием другого человека. Однако же те люди, кто соприкасался с эриксоновским гипнозом, говорят, «Знаете, когда меня погружали в транс, я не чувствовал себя спящим, я все помню». Гипнотический транс не сон. Есть различия между измененным состоянием сознания и реальным глубоким сном. Гипноз – это трансовое состояние, при котором человек забывает о воздействии внешнего мира. Транс – это измененное состояние сознания. Транс – это не потеря сознания, не утрата контроля. Транс – это такой способ психического функционирования, при котором задействованы и сознательные, и бессознательные уровни. Это последующее звено между двумя типами психического функционирования. Транс – это естественное состояние человека. Каждый может вспомнить такое состояние, когда у него не было необходимости что-то контролировать, и он делал что-то очень привычное на автомате. Вы едете на машине и смотрите, как быстро пробегают мимо пейзажи. Если, конечно, на пассажирском сиденье. А если на месте водителя, то вождение машины становится автоматическим. В то же время человек может уйти в собственный мир и переживать там разное эмоциональное состояние. Или часто смотришь в одну точку и ничего не видишь и ни о чем не думаешь. Или смотришь на часы, увел глаза от них и понимаешь, что времени не увидел. Или что-то съедаешь в трансе, а потом удивляешься, куда что делать. Или убегаешь из дома и не помнишь, выключил ли утюг. Любой подробный рассказ о чем-то вводит в транс. Вы часто засыпали на партах в школе и институте под монотонный рассказ преподавателя. Сказки это тоже полезное расслабление для детей. В эти описанные моменты жизни активизируется гипнотический, а вернее трансовый процесс. Вы это чувствуете по измененному сознанию. Оно становится более расслабленным, течение мысли замедляется, взгляд застывает в одной точке, появляется отстраненность от внешнего мира, происходит углубленность внутри себя. Это и есть гипноз. Гипнотическое синоним трансовое состояние естественное. Оно легко приходит, легко уходит. И нет четкой границы, где бы можно было сказать вот это гипноз, а вот это нет. Гипнотическое состояние непрерывный процесс, либо выходящий на передний план, либо уходящий в тень. Кстати, каждый раз перед тем, как заснуть и проснуться, человек впадает в более глубокое состояние транса, в котором видит разные картинки и образы, причем в непроизвольном порядке. Это и есть активизация подсознания, право полушария мозга, где происходит более быстрая и качественная обработка информации. Ученые подсчитали, что за секунду сознательный разум обрабатывает 2000 единиц информации, а бессознательное около 400 тысяч единиц. Бессознательное обрабатывает всю информацию о том, что происходит вокруг нас. Оно соотносит все происходящее с нашим прошлым и сегодняшним опытом. И все это выражается и выдаётся человеку на языке бессознательном. Образно, целостно, синтетически. Язык бессознательного это образы, символы, ощущения или знания. И все это не только обрабатывается в подсознании, но и хранится в нем. На каких волнах работает наш мозг? Современные методы компьютерного анализа электрической активности мозга установили, что мозг человека постоянно испускает электрические импульсы, называемые волнами мозговой активности. Когда человек находится в бодрствующем состоянии, его мозг генерирует волны всех диапазонов. Однако для определенного поведения изначально мозг производит волны одной группы. Когда вы находитесь в определенном состоянии вашего тела и разума, преобладать будет только один из типов волн. Общепринято считать, что мозг излучает гамма, бета, альфа, тета и дельта волны. Гамма-волны 25-100 Гц. Гамма-волны – самая быстрая частота, на которой человеку свойственна очень высокая скорость обработки информации и вспышки глубинных прозрений. Они генерируются в обоих полушариях мозга и отражают пиковую деятельность сознания. Считается, что мозг генерирует гамма-волны, когда человеку необходимо одновременно работать с разными видами информации и очень быстро связывать их между собой. Малое количество гамма-волн приводит к снижению способности что-либо запоминать. Эффект от тренировки гамма-состояний официальной наукой не озвучивается и пока считается неизвестным. Бета-волны 14-38 Гц Бета-волны генерируют царевым полушарием мозга человека и отвечают за решение важных проблем, логическое мышление, концентрацию внимания, принятие решений. Эти волны позволяют вам ежедневно и активно действовать в социуме. Количество бета-волн возрастает при активной работе с материальным миром, разговорах, учебной деятельности и во время беспокойных и тревожных состояний. Бета-волны ускоряют работу мозга, повышают обработку и усвоение информации, поднимают общий уровень энергетики тела, обостряют чувства, возбуждают нервную систему и снимают сонливость. При возрастании внутреннего тревожного состояния увеличивается и производство этих волн головным мозгом, а при мышечной активности наоборот снижается. Поэтому важно с умственной работой периодически переключаться на физическую. Быстрый темп жизни современного общества делает бета-волны преобладающими над всеми остальными. Каждый день человек находится в состоянии активности бета-волн, практически не позволяя себе расслабиться и перейти в состояние активности других волновых диапазонов. Активность бета-волн также способствует частое употребление кофе, энергетических напитков и других стимулирующих средств. В бета-состоянии задачи души мы видим ограничено. Альфа-волны 8-14 Гц. Когда у вас закрыты глаза и вы начинаете ослабляться, а в сознании возникают различные яркие образы и начинает активно работать воображение, возникают альфа-волны. Альфа-волны генерируются правым полушарием мозга и преобладают в детей до 13 лет. Достаточное количество альфа-волн считается нормой для взрослого человека, который находится в расслабленном и комфортном состоянии и при этом сохраняет свою сознательную активность. В альфа-состоянии человек эффективно справляется с любыми поставленными перед ним задачами и видит мир позитивно. Альфа-волны в разы повышают способность воспринимать огромные объемы информации, развивают абстрактное мышление и креативность, приводят к внутреннему балансу и самоконтролю, позволяют избавиться от стресса, нервного напряжения и беспокойства. Именно в альфа-состоянии человеческий мозг производит больше так называемых гормонов удовольствия, которые способствуют уменьшению боли и отвечают за позитивный взгляд на жизнь, счастье, радость и отдых. Некоторые люди, у которых активность альфа-волн очень мало, начинают злоупотреблять алкоголем и наркотиками, поскольку в состоянии опьянения мощность электрической активности мозга именно в альфа-диапазоне у них резко возрастает. Научные исследования показали, что в состоянии мастера это понятие встречается в восточных боевых единоборствах в мозге человека преобладают именно альфа-волны. На фоне альфа-активности мозга скорость мышечной реакции в 10 раз выше, чем в обычном состоянии. Наиболее активно волны этого диапазона вырабатываются во время релаксации и медитации. Теда-волны 4,8 Гц Теда-волны генерируются правым полушарием мозга. Они являются тонкой границей между сознанием и подсознанием. Теда-волны приводят ваш организм в состояние глубокого расслабления, состояние дремоты и сновидений. В этом ритме происходит быстрое восстановление вашего организма после тяжелых нагрузок. Появляется ощущение блаженства и умиротворенности. Вхождение в теда-состояние способствует проявлению паранормальных способностей. Эти волны пробуждают и усиливают эмоции и чувства, позволяют программировать и перепрограммировать подсознание, избавляться от негативного и ограничивающего мышления программой убеждений. Именно поэтому все техники НЛП и риксоновского гипноза связаны с вхождением в состояние транса. Именно теда-волна идеальна для некритического принятия различных внешних установок и убеждений, которые меняют наше поведение или отношение к окружающим. Их ритмы уменьшают действия различных защитных психических механизмов, дающих критическую оценку, и дает возможность трансформирующей информации проникнуть глубоко в подсознание. Большая активность этой волны обнаруживается у детей творческих людей. Прослушивание музыки повышает активность тета-волн, поскольку музыка пробуждает эмоции и ощущения, а это прямой путь повышения активности тета-волн. Медитация также вырабатывает альфа- и тета-ритм. Сначала легче всего научиться вырабатывать альфа-волны и лишь после тренировок переходить к тета-ритмам. Дельта состояние 0,5-4 Гц Дельта волны генерируются правым полушарием мозга и остаются включенными даже тогда, когда все остальные волны мозговой активности находятся на отдыхе, то есть выключены. Эти волны являются преобладающими у детей до одного года. В обычном состоянии дельта-волны наиболее активно вырабатываются во время глубокого сна и обеспечивают его восстановительные стадии. Именно в дельта-состоянии мозг продуцирует большее количество гормона роста, а в организме интенсивно идут процессы самовосстановления и самоисцеления. Дельта-волны самые медленные и загадочные из всех типов волн. Это своеобразный радар, принимающий информацию на интуитивном уровне. Они связаны с подсознанием и нематериальным миром. Долгое время дельта-волны были недоступны ученым для изучения. Люди, мозг которых генерирует большое количество дельта-волн, как правило, обладают высокоразвитой интуицией. Они всегда полагаются на свое шестое чувство, зная, что оно подскажет им правильный выход из самых различных ситуаций. Тренировка в усилении дельта-волн позволяет сознательно входить в состояние очень глубокого расслабления и в трансовое состояние, поскольку эти волны также вырабатываются в состоянии транса или гипноза. Обычные люди находятся в состоянии преобладания дельта-ритма лишь в глубоком сне или без сознания. Осознанно управлять дельта-волнами могут целители, экстрасенсы, шаманы и опытные медитирующие. Все типы волн можно охарактеризовать следующим образом. Бета-волны это материальный мир, это ваше сознание. Альфа-волны осуществляют переход от материального мира к нематериальному с преобладанием сознания. Дета-волны переводят от материального мира к нематериальному с преобладанием подсознания. Дельта-волны – это не материальный мир, это ваше подсознание. Дельта-волны в основном преобладают у детей до года. Альфа-тета-волны в основном преобладают у детей до 13 лет. Когда ребенок взрослеет, его мозг начинает вырабатывать больше бета-волн. Чем вредно пребывать на бета-волне? В современном мире, с его стремительным темпом, большое количество бета-волн рождает напряжение, переживание и стрессовое состояние. Низшему астралу выгодно держать человечество на этих волнах в постоянном стрессе. Этот незримый монстр питается негативными эмоциями и чувствами человека. В городе преобладают в основном бета-волны, передающие исходящие от людей перенапряжение, возбуждение, состояние апатии, агрессии и депрессии. К чему приводит баланс? Когда человек в нужных пропорциях одновременно производит альфа, бета, тета и дельта-волны, он обладает обостренной интуицией, которая обеспечивается дельта-волнами. Живет с творческим вдохновением, которое создается действиями тета-волн, находится в состоянии легкого расслабления, которое дают альфа-волны. Имеет сознательное мышление и активно действует с помощью бета-волн. И все это происходит одновременно. Однако без хорошей практики достичь осознания и контроля во время этих состояний довольно трудно. Помните, человек способен управлять своими мозговыми волнами и, как следствие, эмоциональным и психическим состоянием. И чтобы в вашем организме и с вами произошли позитивные изменения в жизни, просто позвольте им происходить. Как? Как только вы в состоянии бета-волн приняли решение о необходимости каких-либо изменений в своей жизни, позвольте своим альфой-деду-волнам осуществить эти изменения. Отпустите ситуацию и расслабьтесь. Слышав, все ваши трудности даются ради ваших реакций. Если вы отреагировали спокойно на происшествия в жизни, то вы прошли экзамен, и ситуация сама рассасывается из-за вашего спокойствия. И это закон мироздания. Как выйти в состояние баланса и гармонии? Если вы никогда не занимались какими-либо методиками осознанного погружения в транс, медитации, аутотренинги, для начала обратите внимание на альфа-волны. Эти волны должны стать преобладающими в вашей жизни, а их активная выработка должна стать для вас нормой. Для повышения альфа-волн развивайте ваши правые полушарии творчеством. Занимайтесь медитацией и релаксацией. Больше доверяйте интуиции. Проще относитесь к проблемам. Одним из лучших методов начальной активизации альфа-волн и дальнейшей комбинации беда и альфа-волн является большая практика в медитациях и аутотренингах. Данный альбом медитации, записанный по всем канонам эриксоновского гипноза, вам в помощь. Здесь ссылка на YouTube. Высший закон гармонии входит в следующие пункты. Закон гармонии. Пункт принятия реальности. На данный момент времени у человечества неадекватное восприятие реальности. Большая часть населения находится в состоянии жертвы. Ненависти, агрессии, обиды, ревности, зависти, в чувстве несправедливости, осуждения. Каждому из нас уже давно пора выйти на адекватное восприятие всего, что с нами происходит. Выражается это в спокойной реакции на любые жизненные неурядицы. Ведь любой провал, неудача или коллапс, с точки зрения высшей справедливости, это обучающие уроки, за которыми вы сюда и пришли. Это и есть доверие Вселенной и тотальное принятие всего, что с вами происходит. Непринятие является запросом во Вселенную о прохождении подобного урока. Творец разговаривает с человеком на языке жизненных ситуаций и знаков. Если ваши реакции спокойны, вы смотрите на ситуацию с интересом, относитесь к ней как к творческой задаче. Плюс, если вы к этому ищете глубинный замысел «зачем?», то есть ответ на вопрос «что через эту ситуацию хочет мне сказать Творец?», то чаще всего ситуация разрешается сама собой. Этот процесс мышления – высший пилотаж. Это уже союз души, тела и ума. Когда человек осознанно выключает инстинкты своего физического тела, отключает воздействие деструктивных эгрегоров и начинает сознательно общаться на одном языке с высшим разумом, соответственно, он будет в плотном тандеме эволюционировать вместе с теми силами, которые ведут его по жизни. Принятие всего, что с вами в жизни происходит – потери, болезни, разлуки, предательства, несправедливости, зло в отношении вас, принятие себя и людей такими, как есть, с пониманием их задачи на Земле – одна из важнейших задач человечества. Аксиома – у Вселенной нет плохих намерений в отношении вас и других людей. Она дружественная. Хотите, верьте, хотите, нет, любое неприятие людей, ситуаций, является запросом во Вселенную о прохождении подобного урока. Если вам не нравятся алкоголики, то вам на каждом шагу они будут попадаться. Если вам не нравится, когда вокруг вас плюются, так как специально вы будете находиться в ореоле людей с подобной привычкой. Фраза «человека в отношении другого я не понимаю, как так можно» также по закону мироздания начинает работать на вас, обучая принимать мир без возмущения. Например, моя студентка едет в своем авто по дороге. Воскресенье. Видишь, что впереди произошла авария. Объезжая, она возмутилась. Как так можно на пустой дороге в выходной столкнуться? Через несколько дней она все поняла, когда оказалась в подобной ситуации. Сразу же вспомнила свой отправленный запрос во Вселенную. Отслеживайте свои фразеологизмы, которые на первый взгляд кажутся пустяковыми. Помните о том, что есть буквализм у Вселенского подсознания. Всегда сработает то, что человек вкладывает в слова свой смысл и то, что является изначальным смыслом. Женщина-бизнесмен захотела познакомиться с администрацией своего района. Через некоторое время они пришли к ней и закрыли ее малый бизнес. Познакомилась. Нам всем нужно учиться думать, прежде чем думать. Наши мысли создают наш событийный поток жизни. Вселенная на данном этапе развития в нашей галактике очень чувствительна к каждой вибрации, исходящей от нас в виде мысли, слова и тем более действия. Закон гармония, пункт адекватной реакции на зло Мир устроен так, что сначала формируется некая мыслеформа, а только потом она может материализоваться. Ничего не бывает в мире просто так. Раз возник какой-то объект, здание или машина, то вначале была идея, потом мыслеформа, чертежи, потом только здание. И это свойство Мироздания. Поэтому формирование мыслеформ это основа основ. И когда на телевидении формируются сцены убийств, сцены насилия, сцены грабежа, то вас будут убеждать, что телевидение просто отображает жизнь. Давайте вспомним, кто из вас в жизни хотя бы один раз видел сцену убийства. Возможно, у кого-то такое в жизни бывает, но я в своей жизни ни разу не видел. Аварию ты видела всего один раз в прямом эфире за 49 лет. Теперь зададимся вопросом, сколько раз можно увидеть сцену убийства, грабежа, изнасилования, аварии на телевидении. Ну, как минимум сотню раз на дню, если пробежаться по всем каналам. Это отображение жизни? Нет. В 60-е годы США проводили очень серьезные исследования и выявили, что не телевидение отображает жизнь, а жизнь отображает телевидение. То есть именно СМИ формирует идеи и намерения людей. Они подкидывают сценарий. Это как в фильме «Человек с Бульвара Капуцинов». Этот фильм очень реалистично отражает действительность. Представьте себе страну, где в жизни нет ни сцен насилия, ни грабежа, ни убийств. И попробуйте в течение месяца эти сцены демонстрировать постоянно на телеэкране. Вот тогда они точно появятся в жизни. То есть жизнь формируется картинками и мыслеформами. Кто формирует и демонстрирует нам мыслиформы, тот и управляет жизнью. Вы можете жить по чужим подсказкам, а можете осознанно отменять внедренные программы и формировать свои. Выбор за вами. В СССР было много положительного. И одна из идей показывать в ПТВ только достижения, успехи и хорошие новости. Да, было нудновато и не хватало развлечений, это был минус. Но и преступность была самая низкая. И милиционеры были честные и служили по зову души. Задача мирового правительства насадить как можно больше междоусобицы и разъединить людей. Задача любого осознанного человека перестать вестись на эти провокации, привести себя в состояние детального спокойствия на раздражителе и уже в этом состоянии останавливать в рамках земного закона уголовного права тех, кто распространяет зло. Как научиться принимать мир таковым, как он есть, то еще без возмущения и с внутренним мощным спокойствием, но при этом менять его к лучшему, пресекая зло. Есть интересная аксиома. Если реагируешь на ситуацию с тотальным спокойствием, то эта сила гораздо интенсивнее воздействует на злодея, чем агрессия. Вспомните борцов, у которых внутри ни один мускул не вздрогнет, когда он смотрит на своего противника. Именно внутренней уверенностью он побеждает. Откуда у него такое состояние? Само пришло? А нет, это наработанное мышление и поведение. Вот так и каждому из нас можно натренировать спокойствие и состояние наблюдателя, который реагирует на окружение с любовью, но адекватно. откуда откуда